На 22-м заседании Законодательного собрания Ульяновской области депутаты рассмотрели не один десяток вопросов. Изменения касались регионального и федерального законодательства. Оживленную дискуссию среди собравшихся вызвал закон о запрете продажи снюса и ему подобной синтетической продукции несовершеннолетним на территории региона. Слуги народа единогласно одобрили законопроект, призвав тем самым предпринимателей прекратить продажу ядовитого вещества народу. Закон предусматривает, как я повторюсь, о запрете продажи непосредственно несовершеннолетним детям данной продукции никотиносодержащих, не табачных. Также предусматривается законом и вносится изменение административных кодекс правонарушений о наказании. Как физических лиц это до 5000 рублей, это индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Вот индивидуальные предприниматели, должностные лица это 30 тысяч до 30 тысяч рублей, а юридические лица это до 150 тысяч. Еще один документ вносит изменения в закон Ульяновской области о регулировании земельных отношений. Так, поправки конкретизируют орган местного самоуправления, куда можно подать заявление гражданам, имеющим право на предоставление земельных участков собственность бесплатно. Таким образом, новая редакция закона будет способствовать формированию одной общей очереди. Речь идет о такой категории граждан, как многодетные семьи, студенческие семьи и ветераны боевых действий. Ну, значит, новелла является следующей, то, что граждане, имеющие право на бесплатный, на получение бесплатного участка, теперь будут обращаться за получением, то есть подавать заявление в администрацию вышестоящего органа. Именно исключается подача заявлений в сельские поселения. Народные избранники единогласно проголосовали за законопроект, предложенный президентом Российской Федерации, обведение почетного звания «Город трудовой доблести». Знаком отличия данной территории станет специально изготовленная стела с гербом муниципального образования и указом президента о присвоении городу почетного звания. Трудовые коллективы и сами предприятия, которые внесли в победу Великой Отечественной войны большой вклад, у нас есть. И у нас есть целые коллективы людей, которые, скажем так, давали победу во время Великой Отечественной войны на территории города Ульянска. Поэтому мы, безусловно, поддержим этот закон, мы, безусловно, проголосуем за его, соответственно, реализацию и сразу же параллельно начинаем готовить документы на федеральный уровень, чтобы город Ульяновск номинировать на вот это высокое звание. Кроме этого, депутаты упростили требования к проведению публичных мероприятий. Документ снял ограничения на условия проведения митингов и пикетов в 50 метрах от входа в здание, которые занимают госорганы и органы местного самоуправления. Также в изменениях сказано о сокращении с 5 до 3 метров минимально возможного расстояния от жилого дома. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Олправда ТВ.